Своё место под солнцем в Бобруйске находят 12 иностранных студентов из Эфиопии и Камеруна. Таким составом африканцы от АДАЯ изучают русский язык в стенах автомеханического колледжа. Начинают с АЗОВ. Обучение строится на изучение алфавита. Это первые хотя бы две недели, потому что специфика такая, что не все сразу приезжают, а приезжают по очереди. То есть сегодня есть два человека, завтра ещё добавляется два, поэтому алфавит у нас каждый раз, по сути дела, потом. Как и в первом классе, берутся карточки, на карточки наносятся рисунки, подписываются они, и вот так вот и работаем. По сути дела, сложного ничего нет, так же, как и с обычными учащимися. Девять месяцев студирования русского языка – стартовая площадка для получения профобразования в вузах и СУЗах Беларуси. Такая практика в автомеханическом колледже только второй год, а оценка иностранцев уже на 10 из 10. Мне нравится мой колледж, и моя учительница очень хорошая. Беларусь – хорошая страна. Бобруйск, я люблю тебя. В шаговой доступности из колледжа маршруту иностранцев всегда один-минутная прогулка до общежития. Здесь уют просторных комнат разделяют по два человека. Также иностранцы у нас принимают активное участие в спортивной и творческой жизни колледжа. Накануне у нас прошло мероприятие, вечер знакомств. Жизнь начинается с первого курса. Языковой барьер не стал помехой для ребят, участвовали все вместе. Я люблю готовить на этой кухне. Каждый день здесь чисто и комфортно. Белорусский ол-инклюзив. Африканцам в Бобруйске и быт, и лад приходится по вкусу. Окружённые гостеприимством, иностранцы чувствуют себя в городе на Березине уже как дома. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.